Улица Советской Армии. Вход в парк имени Гагарина. Буквально пару лет назад это место весной превращалось в море. Ливневок здесь просто не было. Проблему удалось решить. Специалисты муниципального предприятия инженерной системы построили 11 смотровых и 6 дождеприемных колодцев. Проложили новый трубопровод. Причем канализацию провели закрытым способом путем прокола грунта. Сеть прошла через улицу Советской Армии. Теперь этот объект можно долгое время эксплуатировать без капитального ремонта. Контроль за скопившейся водой ведется и на внутридворовых территориях. Работа идет круглосуточно и при необходимости график корректируется. За движением техники постоянно следит система ГЛОНАСС. Уже в этом году проблема схода воды была решена на 16 объектах, информация о которых поступала в диспетчерскую службу и от жителей города. Фиксируются все обращения, отрабатываются. Если необходима откачка дождевых вод, производится откачка. Если есть проблемы по существующим сетям дождевой канализации, по улицам, которые оборудованы дождевыми стоками, соответственно, все это берется на контроль. Ежедневная ситуация мониторится. Соответственно, все обращения, ни одно обращение не остается без отработки. Откачивают воду и на проезжей части. Одним из проблемных объектов считается дорога на улице Карла Маркса в районе Самарской ТЭЦ. Раньше здесь каждую весну было половодье. Теперь скапливающаяся вода откачивается в круглосуточном режиме. С начала года отсюда было вывезено почти две тысячи кубов. Работа проводится совместно с МП благоустройства. На данный момент на участке дежурит четыре специализированных автомобиля-бойлера, которые откачивают воду. Два в день, два в ночь. То есть круглосуточно это четыре автомобиля. Дежурит бригада, которая систематически постоянно проезжает, просматривает участок дороги на предмет скопления воды и, соответственно, уже принимает решение, как часто бойлеру приезжать и откачивать воду оттуда. Тем временем в городе продолжается и работа по очистке сетей дождевой канализации протяженностью 350 километров. В прошлом году было очищено 60. Также было реконструировано 670 метров аварийных коллекторов и отремонтировано 1200 дождеприемных колодцев. Павел Бимаков, Константин Головин. События.